Открытая студия «Федерал Пресс» продолжает свою работу на международном экспортном форуме, сделанном в России. В эти дни работаем в Москве, говорим об экспортном потенциале российского промышленного сектора и многом другом. В нашей студии исполняющая обязанности председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова. Добрый день. Здравствуйте. Много говорим о потребностях экспортеров, выходящих на внешние рынки. И в связи с этим хочу спросить, в каких кредитных продуктах сегодня они нуждаются в первую очередь? Зачем в первую очередь обращаются к вам, например? Спасибо большое за вопрос. Мы представляем вместе с Эксар, Росэксимбанк вместе с Эксар представляет финансовый блок российского экспортного центра. И предоставляем, соответственно, финансовые продукты, самые разнообразные, практически любые продукты, которые существуют в банковском бизнесе. Это, понятно, разного рода кредиты, это гарантии, это аккредитивы, это факторинг. Нельзя сказать, что какой-то вид продуктов необходим больше, а какой-то вид продуктов необходим меньше. Потому что выбор продукта зависит в основном от сделки, от потребностей клиента, от срочек платежа или, наоборот, предоплат, которые делаются в рамках экспортной операции. Поэтому, наверное, все продукты востребованы, главное подобрать тот продукт, который максимально удовлетворяет интерес клиентам. То есть нельзя выделить продукты, которые пользуются наибольшей популярностью? Больше у нас кредитов, очень популярная услуга это факторинг. Поэтому мы предлагаем широкий спектр, мы всегда индивидуально смотрим на клиента и, соответственно, выбираем, что для данной операции, данному клиенту необходимо. И хочу сказать, что с прошлого года мы занимаемся и финансированием импортеров, поэтому мы можем предоставлять кредиты не только на экспортные операции, но также на импортные операции. Соответственно, тоже у нас есть линейка продуктов для импортеров и тоже мы выбираем из этой линейки тот продукт, который максимально удовлетворяет потребностям этих клиентов. И в чем особенность нашего банка? У нас есть, выделяется правительством субсидия для компенсации неполученных доходов по данному виду кредитам и по экспортным, и по импортным. И, соответственно, мы можем поддерживать наших экспортеров и импортеров льготными кредитными ресурсами, которые помогают им быть более конкурентоспособными на международных рынках. Льготные – это на уровне какой ставки? Ну, к сожалению, ставка Банка России сейчас растет, поэтому трудно сказать, какая она будет через какое-то время. Сейчас это от 5,5 до 7,5%. Можно сказать, что за последнее время количество выданных кредитов для экспортеров выросло? Да, 2023 год стал очень урожайным, можно сказать, для Росексимбанка. Наш портфель вырос порядка 50%. И мы не останавливаемся на достигнутом. У нас еще до конца года осталось 2,5 месяца и большие планы. Поэтому востребованность наших продуктов высока. Это в том числе объясняется тем, что ресурсы, конечно, на рынке дорожают. И, к сожалению, повышение стоимости ресурсов снижает привлекательность нашей экспортной продукции для иностранных рынков. И, соответственно, делает менее эффективным импортные операции. Поэтому, да, спрос велик. Работаем, планы большие. Но, безусловно, есть определенные ограничения. Поэтому приглашаем всех обращаться, рассмотрим и постараемся структурировать нужный кредитный продукт. Я правильно понимаю, что кредитные продукты на импорт, как правило, требуются тем, кто, например, занимается параллельным импортом? Нет. Есть список критического импорта. Это то, что необходимо нашей стране и то, что мы не производим по тем или иным причинам. Этот список корректируется в оперативном режиме. Он ведется импромторгом. Соответственно, те коды, которые попали в этот список, на них мы можем предоставлять финансирование. Как в целом линейка продуктов Росэксимбанка изменилась за последние два года? Понятно, что там внешнее давление, вообще рынок меняется, экспортеры меняют направление. Как это повлияло на линейку продуктов? Мы адаптируемся, наши продукты, под текущую ситуацию. Понятно, что нам стало работать несколько сложнее, но дорогу осилит идущий. Поэтому я хочу сказать, что мы, в принципе, не просто восстановили объемы операций 2021 года, но значительно их нарастили, о чем я вам только что говорила. Ну, о деталях кредитных продуктов я, конечно, не буду рассказывать. Хорошо. Как развивается международный факторинг? Насколько велик запрос на него у бизнеса? Большой. Запрос большой, потому что чем хорош факторинг? Тем, что он позволяет получить, по сути, быстро кредитные ресурсы, не увеличивая свою долговую нагрузку. И, конечно, в текущих условиях, да и вообще в любых условиях, каждое предприятие заинтересовано в минимизации долговой нагрузки. Хороший продукт, мы его используем. Понятно, что мы не берем, не делаем факторинг для любых дебиторов. Мы анализируем дебиторов, то есть нам нельзя прийти и сказать, вот у нас есть дебитор, мы о нем ничего не знаем, финансовое положение плохое. Но вот факторить эту операцию. Конечно, мы изучаем финансовое положение дебиторов, потому что мы должны понять, вернутся эти деньги или нет. Мы, собственно говоря, банк, который имеет все те же принципы работы, как и любой другой банк, но наша вторая или, может, первая даже функция в Минститут развития, которая поддерживает экспортеров и импортеров, не забывая о том, что мы должны быть финансово устойчивы и иметь хороший кредитный портфель. В составе экспорта, особенно в этом году, наблюдаем рост МСП, доли МСП в экспортных продуктах, выходящих на внешние рынки. Есть ли у Росэксенбанка продукты, которые точечно, адресно, направлены именно для МСП? Огромное спасибо за вопрос, потому что малый бизнес – очень важный сегмент для нас тоже. Мы понимаем, что малому бизнесу несколько труднее привлекать кредитные ресурсы, особенно кредитные ресурсы в рамках вот этих вот субсидийных программ. Поэтому мы сделали специальный кредитный продукт, назвали его красиво «Деньги на экспорт». Этот кредитный продукт может взять любое предприятие, относящееся сегментом МСП, с устойчивым финансовым положением, безусловно. Но в чем его особенность? Сумма кредита до 100 миллионов, минимальный пакет документов, ставка от 5,5 процентов. В настоящий момент под 5,5 мы даем, просто ставка Центрального банка растет, поэтому может тоже немножко подрасти. Но это в любом случае гораздо дешевле, чем брать просто кредиты на рынке. И цель этого кредита – финансирование поставок высокотехнологичной продукции на экспортные рынки. В общем, все условия. Да, ждем малый бизнес и очень хотим, чтобы этот новый продукт действительно стал хорошей платформой для взаимодействия Росексимбанка с малым бизнесом. И драйвером для развития экспортных потенциалов. В нашей студии была исполняющая обязанности председателя правления Росексимбанка Татьяна Сахарова.